Приветствую вас, и вы знаете, ваше сообщение, ваше письмо, оно обидно как будто бы так, что вы вмешаете в нем все. И свои неудачи в работе, и то, что он вас любил, это проявляться обиды на вашего мужчину, и на его нежелание быть с вами, и на ваше собственное желание, желание наладить с ним какие-то отношения. Я думаю, что начать нужно с того, чтобы сначала так-то привести в порядок то, что вы, вот, пишете, что эта проблема заключается в том, что ваш муж говорит, что пропало желание и здрасте к вам. Это одно. Если вы пишете, что мужчина вам не верит после того, как вы его обманули, то это уже другой момент, получается. Момент страхи и момент обмана, в принципе, нет с тобой не связаны. Но, в вашем случае может быть такая ситуация, что у этих двух, казалось бы, не связанных между собой элементов, все-таки есть определенная связь. Вы пишете, что вы обманули его, но не раскрываете, значит, то, как именно вы его обманули. Для того, чтобы вам помочь, желательно определить для начала, с какого момента мужчина действительно начал замечать, что его желание и страсть к вам пропало. То есть, он говорит, что пропало давно, если он терпел, хорошо, но терпел ради чего? Ведь терпеть другого человека рядом с собой, это, знаете, не так легко. Не так, знаете, вот, просто, если он терпел, значит, вы ему были все-таки нужны. Для чего? По вашему сообщению, вы прослеживаете такая очень интересная, на мой взгляд, позиция, то, что вы его обманули. Если он перестал вам верить, вы не проработали, полностью не выразили, скажем так, свои обиды, И из-за этого эти обиды начинают копиться. И из-за того, что эти обиды копились, у мужчины, как мне видится, у мужчины нарастала и нарастала злость на вас, обиды на вас. И так далее. И мне видится, что первым делом, чтобы помочь вам привести отношения в порядок, нужно проработать именно обиду, то есть обида на обман, почему мужчины вам не верят. Вот этот момент, он мне видится самым важным, по крайней мере, одним из самых важных. Дальше, следующий важный момент заключается в том, что человек, по вашему мнению, значит, действительно перестал проявлять вам внимание. Значит, вы, соответственно, не даете ему того, что он хочет. Вы не даете ему того, что ему нужно, того, что важно для него. И в результате этого происходит такая ситуация, что у мужчины пропадает желание и стресс к вам на глубинном уровне, на чувственном уровне, на эмоциональном уровне. Я думаю, что он говорит вам, что терпел вас только потому, что хочет вас задеть. Вот как вы задели его обманом, так и он хочет вас теперь задеть тем, что якобы вас терпел. То есть, это ущемленная гордость, в нем говорит. И для того, чтобы наладить отношения, я надеюсь, что это понятно, вам нужно сперва проработать обман, а чтобы мужчина выразил вам свои эмоции по поводу именно обмана. А мы считаем, что для него это очень важно, как мне видится. Причем, нужно понимать, что сразу он этого не сделает. Сразу. То есть, ему потребуется определенное время для того, чтобы... Ну, скажем так, чтобы раскрыться перед вами в этом случае. Это значит, что вам раз за разом, неоднократно, придется как-то ему объяснять. Как-то выводить его на разговоры относительно того, что между вами произошло. Пояснять ему, почему вы обманули, и своими действиями показывать, что больше обманывать вы его так не будете. Вместе с этим, параллельно с этим, вам нужно будет еще и стараться дать ему то, что он хочет. И тогда желание и страсть, которые у него были к любимой женщине, вспыкнут у нас, если они вообще есть. В принципе, они не исчезли совсем. Ну, вот вы пишете, что, значит, не можете представить себе жизнь без него. Вместе с тем, говорите, что он любит выпить и вас бьет. Эти элементы, эти обстоятельства, они позволяют говорить о том, что у вас, возможно, зависимость от мужчины. И для того, чтобы мыслить и вести себя адекватно, нужно от этой зависимости избавляться. Зависимость – это всегда удовлетворение каких-то своих желаний через человека. То есть вы удовлетворяете свои потребности через мужчину и не можете представить себе жизнь без него именно потому, что без него у вас нет возможности удовлетворять свои потребности. Нужно понять, какие это потребности, нужно понять, какие это желания по своему предмету и удовлетворять их, как бы, в обход с мужчиной, чтобы вы не зависели от него в этом форме. И тогда вы будете равноправны ему и сможете строить отношения так, как и их строить и положено. То есть на основе свободного, независимого, непрогрузденного волеизъявления двоих людей. То есть до сих пор, пока вы от него зависимы, вот не получится должным образом и правильно себя вести. Потому что мы вашего мужа не знаем, может быть, он специально вами манипулирует, чтобы, например, вы делали то, что он хочет, несмотря на его такое к вам отношение. Мы не знаем вашего мужа, но знаем точно, что отношения на данный момент у вас не являются равноправными. Они, к сожалению, являются не совсем равноправными, они являются неравноправными. И вот это еще один момент, который вам нужно исправляться. Но если предыдущее, то, что я говорил, было направлено на решение вашей проблемы, то есть той проблемы, которую вы описываете, то последнее, это скорее касается лично вас. То есть лично вам нужно для себя, если вы хотите более комфортно себя чувствовать, если вы хотите более комфортно проживать, то лично вам вот это нужно сделать. Лично вам нужно обратить внимание на этот момент, чтобы обезопасить себя от возможного негатива, который может быть от вашего мужа. Пожалуй, на этом можно закончить. Потому что ваша проблема, она написана слишком в общем виде. То есть есть слова мужчины, есть его поведение, есть ваше поведение, но все это лишь только в общем виде. Не раскрывается никакая конфликтика, кроме того, что вы не можете представить жизнь без этого человека. Но если вы его любите, вы хотите ему счастье. Если вы хотите ему счастье, то вам в принципе все равно, с вами мужчина или нет. Главное, чтобы он был счастлив. Поскольку вы не можете представить себе жизнь без него, значит, что вы в нем нуждаетесь, вот эта нужда и мешает вам адекватно и объективно посмотреть на ситуацию. Потому что вы в своем восприятии мужчины сливаете желание, которое у вас есть, и его самого. А человек для вас это средство, средство достижения ваших целей, средство удовлетворения ваших желаний, потребностей, но никак не самоцель. То есть самоцелью он, конечно, является для вас, но не в достаточной мере, на мой взгляд. На мой взгляд, вам нужно больше видеть его как самоцель. Тогда у вас есть все шансы на то, чтобы сохранить семью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к МАГУ. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.